Пять судов по Владарской области переехали в новое здание, соответствующее всем современным требованиям судебной системы. Дом правосудия оснащен 42 залами для судебных заседаний. На открытии побывала и наша съемочная группа. Торжественной церемонии запуска нового помещения принял участие председатель Верховного суда страны Сонбек Мергалиев, глава региона, ветераны судебной системы и служители Фемиды, которым предстоит здесь трудиться. Глава государства уделяет большое внимание судебной системе. Многие современные реформы в этой отрасли касаются заработных плат сотрудников, пенсий и, конечно же, современного оснащения. Новое построенное здание выглядит хорошо, и теперь народ, государство и страна ждут от нас справедливых решений. Хочу поздравить всех нас с таким праздником. Теперь в здании расположен Павлодарский городской суд, межрайонный суд по уголовным делам, межрайонный административный суд, ювенальный суд и специализированный следственный суд. Адилетті Казахстанда күрлушын әрине сот жүйесінің бір бейліктің бөлеп тармағы ретінде рөліде маңызлығы да өте-өте зор. Зòn, адалетті шешімдеріңіздің әқасында әлайда адам осы іліктін, абьктивтің түрде шешімдің халдыјыла'тын көрчеткешен дедіктізнің декieraамызды. Зондықтан, зірингің қынүзің бибіңінзің б É !! Переехало в новое помещение более 50 судей и 96 специалистов. Здесь расположены 42 зала для судебных заседаний, кабинет медиации и биев, детская комната, а также кабинет психолога. Суды соответствуют всем требованиям цифровизации и оснащены современным техническим оборудованием. Все граждане, которые будут приезжать, будут приезжать в одно место. Не надо им разъезжать по разным местам. Вы сейчас слышали же, председатель, очень удобно, подъезд к этому зданию. Предусмотрены специально для инвалидов подъемы. Есть конвойная служба, где будут доставляться следствия арестованные, большие залы. Полностью все аудиофиксировано здесь. Это впервые было построено, в 1969 году было одно здание построено. Это впервые в истории Казахстана специализировано не для областного суда, а для специализированных судов. Мы построим это здание благодаря поддержке местному исполнительным органам. После открытия нового храма правосудия гости отправились на экскурсию в музей областного суда, где хранилище судебной системы региона пополнилось новым экспонатом – нагрудным знаком судебного бия 1869 года. Подобные знаки были у выдающихся Толейби, Казабекби и Айтикейби, уделявших большое внимание справедливому правосудию в стране. Затем состоялась встреча с судебным корпусом региона, где под председательством Асламбека Меркалиева обсудили дальнейшие шаги в рамках модернизации судебной системы, отметив аспекты по укреплению кадрового и материально-технического потенциала судов, а также системы защиты прав человека и независимости судов. Ермек Сапаров, Арман Якубов, Ертес Ахпарат.